Россия осуществляет скрытое экономическое и политическое давление на правительство стран Европы. При этом основная цель кампании состоит в дискредитации либеральной демократической модели Запада и подрыве трансатлантических связей. Вам ничего это не напоминает? А между тем это выводы авторов доклада «Кремлевский сценарий. Российское влияние в странах Восточной и Центральной Европы», опубликованного еще 6 лет тому назад в Вашингтоне. Авторы исследования выявили следующую закономерность. Страны, в которых торговля с Россией генерировала более 12% от их ВВП, были более подвержены экономическому влиянию Кремля. А государства, в которых этот показатель составлял менее 12% внутреннего валового продукта, были более уязвимы в плане политического влияния. Так, в Венгрии и Словакии этот показатель составлял менее 12 пунктов. То есть эти страны были подвержены прежде всего политическому влиянию России, что способствовало усилению ее экономического влияния. В качестве хрестоматийного примера тогда приводили и венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который выступал против введения санкций в отношении Российской Федерации в связи с аннексией Крыма. За прошедшее время в действиях Кремля мало что изменилось. Однако открытое вторжение России в Украину 24 февраля 2022 сделало ее изгоем на Западе и аукнулось санкциями, которых не знали ни Иран, ни Северная Корея, ни Куба с Венесуэлой. Прошло полгода. Коллективная Европа борется с кризисами и не ослабляет давление на Москву. А Россия хвалится стабильностью и продолжает убивать украинцев. А как обстоит дело с влиянием, так как фактор того же пресловутого Виктора Орбана до сих пор актуален? Кремлевский легион Совета Европы. Так называется новое расследование Центра Досье и издания EU Observer. Если кратко, то это о том, как руководство Парламентской Ассамблеи Совета Европы связано с российской разведкой. Теперь подробнее. Напомню, 16 марта 2022 года, через три недели после масштабного вторжения российских войск в Украину, Россия была исключена из этого самого Совета Европы. Коротко отмечу, что именно благодаря этой организации в Федерации появились моратории на смертную казнь, омбудсмены, альтернативная гражданская служба, возможность обратиться в Европейский суд по правам человека и многое другое. Теперь Совет Европы и его Парламентская Ассамблея красноречиво осуждают действия Кремля. Однако, как выяснил Центр Досье, нынешний глава по сеть Тинни Кокс несколько лет выступал проводником кремлевских интересов. А его избрание на пост главы Ассамблеи лоббировал сотрудник ГРУ. В сеть кремлевского влияния входили и несколько предыдущих председателей ПАСЕ, а также бывший генсек Ассамблеи. Главным же координатором оказался профессиональный российский разведчик Валерий Левицкий. В сети кремлевского влияния оказался не только сам Кокс, но и несколько бывших руководителей ПАСЕ. Среди них предыдущий председатель ПАСЕ, испанец Педро Аграмунд, который в 2017 году посетил Сирию вместе с российской делегацией и впоследствии был вынужден уйти в отставку. Его предшественник голландец Рене Вандер Линден, а также бывший генеральный секретарь организации француз Бруно Аллер. Из расследования Центра Досье и EU Observer Кремлевский легион Совета Европы. А теперь о том, кто же такой Тинни Кокс. Это сенатор из Нидерландов. Пост председателя он занял в конце января, за месяц до российского полномасштабного вторжения в Украину. Его называли пророссийским политиком. В частности, он поддерживал возвращение полномочий для российской делегации и выступал за ее участие в сессиях ПАСЕ в 2014 году, после того, как Россия была лишена права голоса в связи с аннексией Крыма. Как отмечают расследователи, идея избрания Кокса председателем ПАСЕ родилась в Москве не позже лета 2017 года. Вернемся к Левицкому. Он был генконсулом России в Страсбурге. В апреле 2018 года, вскоре после покушения в Великобритании на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, Левицкого выслали из Франции как агента ГРУ за деятельность, несовместимую со статусом дипломата. Сейчас работает замначальника управления международного сотрудничества Госдумы. Кстати, Левицкий, комментируя свою высылку, причастность к разведке отверг. Однако именно Валерий Левицкий считал голландского социалиста Чини Кокса своим контактом в Ассамблее еще в 2014 году. Это подтверждается документом под названием «Список контактов ПАСЕ». Процитирую, что же является сетью Левицкого. Рене Вандер Линден, председатель ПАСЕ в 2005-2008 годах. Педро Агромунд, председатель ПАСЕ в 2016-2017 годах. Чини Кокс, председатель ПАСЕ с 2022 до нынешнего времени. И Бруно Аллер, генеральный секретарь ПАСЕ в 1996-2006 годах. Из расследования Центра Досье и EU Observer Кремлевский легион Совета Европы. Досье пишет, что еще до аннексии Крыма российские власти искали способы не исполнять решения Европейского суда по правам человека. В том числе для того, чтобы не выплачивать компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа. Именно Левицкий первым придумал выдвинуть Кокса в председателе ПАСЕ. Это случилось во время встречи с бывшим генеральным секретарем Ассамблеи Бруно Аллером, который, очевидно, тоже сотрудничал с российской стороной, говорится в расследовании. Процитирую. Встретился с Бруно Аллером. Спросил у него, кто мог бы стать очередным председателем Ассамблеи. Назвал ему Кокса. Вначале он возразил, что лидер левых никогда не станет во главе Ассамблеи. Указал, что с уходом испанца все соглашения разорваны. Необходим переходный период. Из отчета Валерия Левицкого в начале августа 2017 года по данным Центра Досье и EU Observer. Уже через несколько дней Левицкий, по данным расследования, вновь обсуждал кандидатуру Кокса. На этот раз во время встречи с бывшим председателем ПАСЕ Рене Вандерлинденом, который, судя по отчетам разведчика, тоже занимался лоббированием интересов Кремля в Совете Европы. Самым показательным примером роли Вандерлиндена, по мнению авторов расследования, может быть отчет Левицкого в 2017 году. В нем россиянин изложил план по спасению Педро Агромунта, оказавшегося в центре скандала в связи с поездкой в Сирию вместе с российской делегацией. По словам Левицкого, чтобы помочь Агромунту дотянуть до конца срока, необходимо было обратиться за толкованием устава в Венецианскую комиссию. Это консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Таким образом, вопрос об отстранении Агромунта затянулся бы, и он смог бы дольше оставаться на своем посту. По задумке Левицкого, Рене Вандерлинден должен был довести этот план до Кокса, а тот добиться исполнения. Как отмечает досье, Кокс, помимо работы над отменность санкций, сам предлагал российским политикам неофициальные встречи. Например, в декабре 2017 года он добился того, чтобы делегацию российских парламентариев, в числе которых был нынешний глава ЛДПР, Леонид Слуцкий пригласили на заседание президентского комитета ПАСЕ в Париж. Парламентская ассамблея Совета Европы остается раем для авторитетных режимов и идеальным местом для разведки и вербовки источников, говорится в расследовании. Здесь собираются парламентарии 46 стран европейского континента, а значит влияние, достигнутое ПАСЕ, легко распространить. И даже тот факт, что Россия исключена из Совета Европы, не меняет этого положения дел, пока тайные контакты ключевых его сотрудников с Кремлем и ГРУ остаются нерасследованными. Кстати, в разговоре с EU Observer Тинни Кокс свою причастность к российским спецслужбам отверг. Он занимает жесткую позицию по отношению к Москве из-за Украины. ПАСЕ под его руководством приняла рекомендацию об исключении России из состава Совета Европы. Но не ассамблеей единой, как говорится, живет Кремль. В попытке влиять на выборы по всему миру Россия потратила не менее 300 миллионов долларов на подкуп различных политических сил в десятках стран, утверждают собеседники CNN, Associated Press и The Washington Post из администрации президента США. Процитирую. Начиная с 2014 года Россия перевела иностранным политическим партиям и кандидатам в более чем двух десятках стран не менее 300 миллионов долларов США в попытке повлиять на политические события за рубежом. Из сообщений газеты The Washington Post, агентства Associated Press, телеканала CNN со ссылкой на представителей администрации президента США и данные разведки Соединенных Штатов. Среди государств, в которых была выявлена подобная активность Кремля, источники назвали Албанию, Боснию-Герцеговину, а также Черногорию. Собеседник The Washington Post добавляет к этому перечню Мадагаскар и не исключает аналогичной деятельности в Эквадоре, а также рассказывает об одной из азиатских стран, не называя ее, в которой, по данным разведки, российский посол передал кандидату в президенты миллионы долларов наличными. По словам представителей спецслужб, связанные с Кремлем силы, также использовали подставные компании, аналитические центры и другие средства, чтобы влиять на политические события, иногда в интересах крайне правых групп. Деньги передавались как наличными, так и в виде криптовалюты, причем порой для этого использовались счета российских посольств. Всплеск подобного тайного финансирования пришелся на 2014 год, утверждает разведка. Госдепартамент США уведомил о выводах разведки американские дипмиссии более чем в 100 странах. В переданных отчетах содержится информация о деятельности России и описываются шаги, которые США и их союзники могут предпринять для противодействия Кремлю, чтобы исключить подрыв международных санкций и не дать России сохранить свое влияние в мире. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok